первый раз встречу на машинке такая красота всем привет вы на канале жить шить и у нас ремонт мужские джинсы ну и как часто бывает протертые в этом месте тут у нас конкретная дырочка а здесь вот еле-еле начинающаяся дырочка как мы будем в данном случае поступать поскольку джинсы более белесые вот эти вот ниточки то мы будем с изнаночной стороны клеить мужа заготовили такие вот дублирующие подкладки из дублерина на изнанку мы будем сейчас приклеивать на самом деле здесь есть еще один вариант как можно спасти эти брюки он был бы более красивым но если бы вот эта красивенькая дырочка была бы где-то в районе колена или бока или там на кармане ну где можно было ее оставить но как будет такая возможность обязательно вам запишу видео и вы увидите как так ремонтировать брюки вывернули наизнанку вот у меня есть такая колодка вы с периодичностью и видите на канале когда я на нее что-то одеваю вытачки утюжи заутюживаю так расправляем вот этот вот средний шов а это шаговой шов а боковой шов у нас где-то здесь да это талия так расправили и потом смотрите ни в коем случае вот так не наклейте нужно наклеить вот так соблюдая предыдущую долевую на выкройке грубо говоря естественно лучше вот это не вырезать и не срезать вот эти вот ниточки то есть вот в таком ну практически натяжном состоянии мы накладываем дублерин клеем вниз можно было кстати тут и серый или если у вас есть голубинкой дублерин то это вообще идеальный вариант вот так накладываем тут уже искали эти все моменты лучше не делать острых углов а сплавните их и вот так сейчас наложим и продублируем с паром приклеим то есть и желательно было бы зайти на вот эти швы вот сюда и вот сюда этим мы еще больше можем укрепить иногда я даже делаю вот так вот по лицу отделочную строчку чтобы вот эта сама дырка который мы вот так вот застрочим она будет удерживаться и не отходить вот этот продублированный край еще в том числе за счет вот этих вот строчек но если это надо будет здесь я вам покажу единственный момент который забыл озвучить вот эту вот дублериновую накладку мы с вами ее покрываем дальше минимум на два-три сантиметра то есть видите вот такие и закрою дырочку она будет вот так дальше закрываться ну тут понятно что у нас мы уже идем к этим вот швам но ты если есть такая возможность бывает где-то вот тут дырка вы просто вот что-то похожее на круг овал формируете вот эту накладку и тогда дублируете вот мы уже ее продублировали тут хорошо пробивается слегка дырочка сознан с лица и теперь расправляем и сейчас продублируем с этой стороны вторая сторона конечно тут еще дырок нет но они вот 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 будут да и смотрите видите здесь белесость и здесь белесость значит нам нужно такая подкройная из дублерина штучка вот такой вот размера так мы ее уже заготовили тоже со скругленными углами и будем здесь тоже переходить на вот этот дублерин и вот так вот фиксировать еще тут такой важный момент вот тут как бы это средний шов область ягодиц да и было бы хорошо чтобы вот этот дублерин вот так вот играл на растяжение видите вот как раз до левая идет вот так и вот так а мы как раз будем клеить таким образом что когда будут носиться брюки они вот это застроченная дырочка она очень долго будет хорошо носиться и не должна протереться и от нее тем более не должны идти следующие дырки если вы сможете вот так ее раскрыть и таким образом наклеить чтобы здесь был по самой такой вот растяжимой стороне 45 градусов на вот этом дублерине еще круче будет еще лучше результат будет ну и дублируем утюгом когда вы утюжите обязательно вот здесь вот так вплотную подходите носиком утюга чтобы здесь не было натяжения от дублерина до вот этого шва то есть вот так вот полностью полностью хорошо хорошо наклеиваем вот что вам еще хотела рассказать лайфхак так сказать если вам нужно срочно срочно пойти в этих джинсах то достаточно даже вот этого с наклеенным дублерином минимум одну стирку а то и две стирки вот это выдержит до того момента пока у вас не найдется времени делать то что мы будем делать дальше при подборе нитки никогда не подбираете его так катушкой прикладывая только вытаскивая ниточку и сейчас мы будем строчить на машинке не вот так по ровной а по вот этому переплетению то есть якобы под 45 градусов вот так как я положила сейчас а вот эту нитку если вы будете вот так делать как по долевой бывает что очень сильно фиксируйте и начинает протираться джинсы от того места где вы закончили по долевой а когда мы сейчас будем делать вот так под 45 градусов это мы начнем вот здесь вот поменьше потом вот тут вот так побольше 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 но очень плотную то есть там не нитка закончилась и рядом мы будем строчить и здесь мы вот так вот на нет сойдем вот так вот так вот сейчас вам все покажем и эту сторону и вот эту будем делать ну вот для прострочки и устранение всех этих нюансов наших джинсах в общем-то подойдет даже такая машинка здесь у нас будет на а но здесь не два с половиной а делаем самый мелкий в общем-то стежок единичку ставим но здесь без смещения вот так протаскиваем сюда наши джинсы если не можете протрукнуть значит еще выше поднимайте лапку ну вдруг если что так и начинаем с того что тогда вот так разворачиваем начинаем с маленького и переходим дальше дальше у нас здесь с вами вот это начинающаяся дырочка это и вот тут еле еле видно и она заметно и мы будем сейчас вот так вот делать так вернее как я даже говорила по вот этой вот переплетенки то есть наша задача сейчас вообще вот так вот идти вот так вот так вот так вот так то есть вы когда строчите не строчите по долевой а мы строчим как бы по ширине или под рисунок еще мы будем вот эту штучку еще заштуковывать эти белесость вот эту еще и и потом уберем так значит как удобно как подлезть как это лучше сделать и проще так можно и вот так начинать строчить но я думаю что вот будет мешать вот этот шоу этот вот этой стране нашей лапки можно конечно однорышковую лапку поставить но с ней сложнее сейчас наверное все-таки начнем вот так том вот так и вот сюда вот дальше придем то есть начинаем самого сложного стежок у нас сам вот эту ниточку хоть как-то как прижмите придавить ее чтобы она случайно там не намотала так сейчас надеюсь что все получится и реверс нажимаете надо очень часто делать очень-очень и старайтесь сейчас я докончу и тогда будет видно понятно знаете как не прямоугольник строчите а выше ниже чтобы это строчка она как бы не стала на разрыв потом действовать можно так тут близко это все сделать что можно чуть-чуть и не дырку прострочить потом сейчас покажу сколько я вижу сколько нужно вот еще вот этого наверное я думал что я перейду не перейду вот оно как получилось то есть мы вот эту беленькую убрали застрочили а тогда сейчас начнем дальше вот где-то вот так вот начнем все-таки думаю что по вот этому рисунку переплетения то есть вот так если я надеюсь что видно как идет переплетение ну вот даже вот тут она видно вот вот она и начинаем с маленького и потом увеличиваем увеличиваем держали чуть-чуть хотя бы ниточку можно не так близко а когда уже придем белые вот этой дырки тогда близко близко с переходами делаем мы там перестраховались хорошо дублерина мы потом естественно покажем как это выглядит все из изнанки вот эти наши все строчки и чуть-чуть видите смещаю можно дальше видите вот сюда надо прийти сюда не переходим вот тут еще одну строчку надо сделать то есть нам нужно ниткой забить забить дырку но у вас не должно быть миллион строчек на одном месте они должны быть вплотную так тут чуть-чуть мешает чуть чуть ближе сейчас сюда к шву подхожу где-то вот таком вот ракурс сейчас дальше пройдем покажем как с изнанки будет то есть вы когда строчите вот если вы выбираете будет по вот этому переплетению то вот она практически не видно сейчас нитка хотя мы вот сейчас смотрим она у нас вот когда мы прикладывали ниточку была идеально в цвет а сейчас мы вот строчим она так в общем как темнее чем основная но тоже практически не видно то есть вы как будто бы делаете зигзаг но шириной в целую строчку и стежок у вас там такой мелкий-мелкий и где дырка сама вот такая вот белая то вы вплотную строчку ставите а если дырок нет то вы где-то через ну почти через миллиметр строчите вот таким вот образом и если надобности нет на вот эту вот отделку гарус на вот этой вот плотной джинсовой ниткой без надобности никогда не переходите потому что вот здесь мы перешли у нас здесь была дырка ну как бы максимально красиво старайтесь вот это все делать вот мы начали уже переходить к вот этой вот третий последний но еще не дырки а просто легкой белесой протертости вот я вот сюда прошла вот сюда я если вот так вот пересеку вот сюда дойду я пересеку вообще вот эти все строчки точно будет заметно поэтому я сейчас вынуждена ну как бы микро закрепку такую сделать обрезать нитку а дальше вот здесь отсюда начинать строчите вот сюда вот доходить вот мы сейчас прострочили уже вот эти вот дырочки тут очень толстая такое вот сочетание четырех швов с большой плотностью вот как я сейчас тут ее строчила то есть я вот так здесь вообще вот эти вот машинки женам не рассчитаны на такую толстоту то есть мы вот так по ним по верху просто так не проедете иначе либо сломаете иголку либо тут можно приехать но нужно ее постоянно как каждый стежок контролировать чтобы не было пропуска как я делаю чтобы она сейчас тут не свалилась эта лапка не съехала я ставлю вот так вот пальцы и удерживаю между пальцами вот тут вот удерживаю вот это вот все и мы начинаем эти мелкие дырочки прострачивать удерживается туда-сюда туда-сюда то есть фактически я вот этим пальцем придерживаю вот эту сторону лапки вперед-назад вперед-назад так ну в принципе мы все мы тут сделали нас остался осталась еще одна вот эта дырочка в данном случае мы можем ее вот так вот тоже прострочить совсем тут легко будет ну естественно все потом под корень обрезать очень сложный мистер че честно рука напрягается наверное это видно на видео прям удержать очень сложно чуть-чуть сильно не переусердствуйте все вы тут готова и в принципе у нас тут все готово немножко мы с перерывами делали вот видите то есть фактически уже по обрезаем нитки то есть вот она про тут надо присматриваться чтобы увидеть что здесь была дырка здесь помните какая белая прям вы вылезла тут прям все такое вот прям лохмотья были видите как красиво единственное тут сейчас осталось вот эта белая часть вот этой дырки на что я предлагаю либо оставлять вот тут уже второй раз не строчить либо строчить не с таким размахом а с маленьким чтобы замастить вот это вот белая чтобы она совсем не было видно то есть вот таким вот туда-сюда не в небольшую высоту брать и по убирать полностью вот эту вот белую часть и в принципе у нас все великолепно все красиво брежеки упали поэтому так делаю сейчас покажу как это выглядит с изнанки в принципе тоже последнее видео где мы это все показали вот как выглядит это все с изнанки ну сейчас мы еще до строчим вот оно удержит она не отклеится она будет все держаться но чаще всего это дублерины все удержит то есть вот такое вот у нас с изнанки будет но в целом брюки спасены вот огромное большое спасибо гулим что она так красиво все сделала молочинка спасибо вы были на канале жить шить делали это мы первый раз с моей ученицей гулим она в первый раз строчила вообще на такой прямо строчащий машинке то есть вот что получается человек первый раз строчил на машинке и такая красота 5 с плюсом привет привет Продолжение следует...